Добрый день, в эфире студия регионального информационного центра Югра. Вчера в нашей стране прошел единый день голосования. Об итогах этого события мы поговорим сегодня. Представлю наших уважаемых спикеров. Денис Станиславович Корнеев, председатель избирательной комиссии Ханды-Мансийского автономного округа Югры. И Алсу Венеровна Маганова, председатель общественной палаты Ханды-Мансийского автономного округа Югры. Добрый день, Денис Станиславович, вам первому слово. Расскажите, как проходила кампания, каковы ее результаты. Да, сейчас подведены предварительные итоги по всем выборам в Югре. Почему говорю предварительные? Потому что окончательными итоги считаются после проведения всех итоговых заседаний. На это у нас есть три дня. Но в систему госвыборов введены все протоколы. И это по большому счету уже считается результатом текущей кампании. Ну, начну с выборов губернатора Тюменской области. По результатам прошедших выборов в Югре, участие в выборах губернатора Тюменской области приняло 468 750 человек, что составило 40,50% явки. По результатам за кандидатов в порядке их размещения в избирательном бюллетене Левченко Иван Григорьевич 10,12%, Мор Александр Викторович 76,13%, Пискайкин Владимир Юрьевич 3,88%, и Садовников Денис Владимирович 7,84%. Традиционно спрашивают всегда про активность среди муниципалитетов. Хотел бы отметить муниципалитеты с самой высокой явкой. Это у нас отдельно. Мы всегда берем муниципальные районы и города, учитывая специфику, всегда там принципиально разные цифры. По районам, муниципальные районы, в которых явка на выборах губернатора Тюменской области превысила 60% в порядке убывания, это Белаярский, Нефтьюганский, Нижневартовский и Кандинский район набрали более 60%. По городам, набравшим более 50% явки в порядке убывания, Хантамансийск, Мегион, Коголым и Покачи. Вот такие результаты губернатора, по выборам губернатора Тюменской области. У нас проходило в этом году большое количество муниципальных выборов. По сути, все районы муниципальные, на территории всех муниципальных районов были выборы глав сельских и городских поселений и депутатов. Также завершился подсчет по этим выборам, их большое количество. Полную информацию можно будет найти у нас на сайте и в нашем телеграм-канале мы прям выложим наши таблицы для удобства в работе. Скажу немножко в двух словах о статистике. То есть у нас, начну конечно с глав, самое повышенное внимание к этому вопросу. Среди всех выборов глав везде победила Всероссийская партия Единая Россия за исключением одного сельского поселения, Нялинска, где победил представитель партии, Коммунистическая партия Российской Федерации. Что касается выборов в Советы, у нас такая статистика, что среди депутатов, победивших на выборы 17 КПРФ, 4 ЛДПР, 2 Справедливая Россия, 659 Единая Россия и 19 самовыдвиженцев. На дополнительных выборах, это у нас проходили выборы в Нижневартовске, Нягоне, Радужном, Сургуте, Белоярском районе, Березском районе, Советском районе, Сургутском районе и Хантамансийском районе. Вы бывшие депутаты, вакантные мандаты оставались, и мы провели дополнительные выборы. Там везде вакантные мандаты достались представителям партии Единой России. Что касается самой компании, сама компания прошла очень спокойно, с высокой явкой, замечательная была погода, замечательное настроение на избирательных участках, небольшое количество обращений к нам было, тоже всегда этот вопрос задают. Вкратце расскажу про обращения по выборам губернатора Тюменской области в избирательную комиссию. В избирательные комиссии, то есть все, не только в окружную, а в целом по избирательной системе ЮГРЫ поступило 8 обращений, то есть на всю ЮГРУ и на все уровни, это небольшое количество. 5 обращений было связано с организационной деятельностью участковых избирательных комиссий, это наличие карандашей в сумке членов комиссии, в помещении отсутствия удостоверения у члена комиссии, вот такого рода замечания поступали. И 3 обращения было по вопросу составления списков избирателей. 15 обращений было по выборам в органы местного самоуправления, из них 6 по вопросам распространения индиционных материалов, 6 по вопросам досрочного голосования, 3 по организационной деятельности участковых комиссий. Все обращения рассмотрены. В одном случае принято решение о направлении обращения в органы МВД для проведения проверки, в 14 случаях нарушения избирательного законодательства не было установлено. Я сказал, что 7 обращений не установлено у нас по губернатору, а одно все-таки было установлено. Это вот то самое, что у нас в статистике идет, в качестве недостатков. Было обнаружено на одном из избирательных участков, что увеличенную форму протокола в начале голосования, которое висит на стене, на каждом избирательном участке, в который вносятся данные по мере подведения итогов голосования соответствующих. Там отсутствовало сведения об участковой избирательной комиссии, которые там должны быть. Действительно, мы замечания приняли, недостатки устранили в начале дня голосования. Вот такая компания, такой уровень обращений, нарушений. Мы оцениваем это очень хорошо, и это показатель высокого уровня легитимности. Выборы в Югре проходят традиционно в максимально открытом формате. Расскажите, Алла Сувенировна, к вам вопрос, как обеспечивалась эта открытость, как работали общественные наблюдатели, собственно, как формировался пул этих наблюдателей. Друзья, хотелось бы начать со слов благодарности ко всем, кто был причастен к тому, чтобы эти выборы состоялись. Это очень важно. Спасибо большое всем. Поздравляем с тем, что единый день голосования в Югре завершился. Действительно, на протяжении пяти лет уже работает такой институт, как общественное наблюдение, формированием корпуса общественных наблюдателей занимается общественная палата Югры. Направление на работу на избирательных участках в единый день голосования получают наши наблюдатели от нас. Корпус наблюдателей был более двух тысяч человек по всей Югре. Систему взаимодействия между наблюдателями и региональным общественным штабом по наблюдению за выборами мы оставили по опыту предыдущих лет. Это координаторы во всех городах и районах, члены регионального общественного штаба, бригадиры и наблюдатели, которые могли при возникновении спорных вопросов или когда необходимо было уточнить ту или иную информацию, они могли оперативно передать через бригадиров, координаторов непосредственно уже в Центр общественного наблюдения, который работал на протяжении всего дня голосования. Также работал у нас Центр видеонаблюдения, на котором мы могли видеть в режиме реального времени то, что происходит на избирательных участках, и любой желающий гражданин мог прийти к нам в Центр видеонаблюдения с паспортом гражданина Российской Федерации для того, чтобы интересующие его вопросы или поднаблюдать за тем или иным участком. Также в нашем Центре общественного наблюдения работали эксперты регионального нашего штаба, которые могли дать оперативно оценку, юридическую, правовую оценку той или иной ситуации. Но хотелось бы отметить, да, действительно, компания прошла очень спокойно. Те вопросы, которые возникали в наших наблюдателях, мы оперативно давали обратную связь при помощи экспертов наших. Но и хотелось бы отметить, что те вопросы и те нарушения, которые были замечены нашими наблюдателями, это нарушения, не влияющие на итоги голосования. И, как у нас уже Денис Станиславович отметил, это высокий уровень подготовки на всех этапах, обучения наших наблюдателей, которые понимали свою роль, работали по золотому стандарту, разработанному для единого дня голосования в Югре, и четко понимали, какая у них область внимания и с кем они могут взаимодействовать. Ну и, конечно же, это беспрецедентная поддержка всех членов команды, наблюдателей, которые оставались. Наблюдение у нас не закончилось в 20 часов, оно продолжалось до завершения подсчета голосов, и основной задачей было получение копии протокола с избирательных участков, а координаторы наши были направлены наблюдателями в территориальные избирательные комиссии, и, соответственно, они получали уже копию протокола там. Все со своей задачей справились, настроены позитивно, готовы работать. Замечательно. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность задать свои вопросы, если так и вы еще остались. Вопрос следующий по поводу вот этой проверки, единственный кейс, который все-таки дошел до правоохранительных органов. Можно немножко подробнее рассказать? У нас там был размещен агитационный материал 50 метров до избирательного участка, и правоохранительные органы направлены на обращение, чтобы они провели какие-то оперативные действия необходимые, чтобы установить лиц, которые причастны к такому размещению. Ну, соответственно, он был сам, этот материал убран, и устранено само нарушение. Но, тем не менее, мы обязаны обратиться к правоохранителям, чтобы они провели проверку. Так, у нас на связи журналисты из средств массовой информации из муниципалитетов. Есть ли у вас вопросы? Видимо, на все вопросы отвечает. Да, пожалуйста. Скажите, Денис Станиславович, сколько большинство бюллетеней у какого муниципалитета было? Два-три, как я понимаю, да? Да, у нас в эту кампанию были, скажем так, три уровня выборов. Это там, где проходили муниципальные максимально. Это губернатор Тюменской области, глава муниципалитета, ну и, соответственно, совет депутатов. Но надо еще понимать, что на муниципальных выборах очень часто из-за того, что само поселение небольшое, оно тоже делится на избирательные округа. И бывает так, что участковая избирательная комиссия на одном уровне выборов, на уровне именно депутатов, проводит пересчет сразу большого количества 10-15 видов бюллетеней. Вот это вот тоже очень сложная работа. И у нас коллеги вот в таких ситуациях, по сути, закончили к утру только подсчет. Это сложные условия, действительно. Но, тем не менее, мы обязаны даже на таких маленьких поселениях это все соблюсти, выполнять. И коллеги отработали, все протоколы в итоге сошлись. У нас, вы знаете, есть проверка контрольных соотношений. Это очень важно. Баланс бюллетеней на избирательном участке. И это как раз и обеспечивает легитимность, когда они сходятся. Все проверки пройдены, все контрольные соотношения сошлись. Они молодцы. Денис Станиславович, все-таки в каком муниципалитете больше бюллетеней, например? Больше бюллетеней. Вот везде, где были выборы главы и депутатов, в том получается 3 бюллетеня. Но это ни в какое сравнение не идет с компанией 2021 года, когда у нас там 8-9 периодически. Вот это такие масштабные наши рекордные. А 2-3 бюллетеня, это считается очень стандартной такая компания. В этом плане было именно так. Избирателям выдавали такое количество. Армия наших избирателей постоянно растет. Скажите, есть ли статистика, сколько человек голосовали впервые? Мы эту статистику собираем для себя. Но она не автоматизирована. То есть ее нет никакого специального знака в списке избирателей. И она не подводится. Поэтому в дальнейшем, когда ведется работа по уточнению списков избирателей, работа с дополнительными списками, чтобы мы включили корректировку на будущее. Например, человек информации к нам еще не поступил, он переписался, информации еще к нам не поступило. Он вносится в дополнительный список. Ничего страшного в обычной ситуации. Но мы в будущем уже даже на основании ДОП-списка можем сделать запрос в миграционную службу и получить вот эти сведения. Поэтому дополнительная работа такая проводится. И вот мы тогда можем еще и посмотреть, сколько у нас пришедших было вот именно как раз впервые на избирательном участке. Что ж, если вопросов нет, у вас есть возможность обратиться к избирателям, если же есть желание. Да, всех избирателей хочу поблагодарить, что те, которые пришли на избирательные участки, что проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно. И сегодня, вернее, вчера в Югре был такой вот хороший пример гражданской активности. Я обращаюсь с тем, кто не пришел. Пожалуйста, мы вас очень ждем. Мы готовы. И каждый раз мы готовимся к тому, что каждый избиратель, который захочет, он придет на избирательный участок. И у нас на это хватит и бюллетеней, и кабин, и места, и всего остального. С радостью тоже хотела бы поблагодарить всех участников избирательного процесса. У нас наблюдатели также выполняли задачу по информационному сопровождению своей деятельности на избирательных участках. И действительно очень радовала информация о том, что много голосующих впервые люди приходили на избирательные участки с семьями. Это был действительно настоящий праздник. Погода была прекрасная. В Югре, я думаю, что есть все возможные условия для того, чтобы мы жили в благополучной стране, в нашем регионе. Поэтому всем большое спасибо. Ну и, конечно же, наблюдателям, которые выстояли этот день, большое спасибо и низкий поклон за работу. Спасибо. Время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю наших уважаемых спикеров, коллег-журналистов, зрителей прямого эфира. До следующей встречи на площадке РИЦ Югра. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова